Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 ноября – день осенней Казанской иконы Божьей Матери. Существует предание, когда в 1579 году в Казани произошел пожар и сгорела большая часть города, 9-летняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая указала ей, где найти икону. В месте нахождения иконы был основан монастырь. Первой его монахинией стала Матрона. Было сделано несколько копий иконы Казанской Богоматери. Именно с ней двинулось народное ополчение Минина и Пожарского освобождать Москву от поляков. Это была одна из самых важных дат в крестьянском календаре. Сегодня отмечали день осенней Казанской иконы Богоматери. В этот день поздравляли женщин, а мужчин встречали с заработком. Хозяйки убирались в избах, готовили разного рода вкусные блюда. К этому дню на Руси старались окончить все строительные работы. В народе осенний период был известен как свадебный. Девушки очень переживали, что у них нет женихов. Чтобы его привлечь, рекомендовалось совершать специальный обряд. Следовало сегодня встать пораньше и отправиться в березовую рощу. Там искали лист, покрытый инеем. В этот лист смотрели как в зеркало и видели своего будущего жениха. Приметы. Если сегодня ливневый дождь, ненасти продлится еще долго. Если сегодня сыграть свадьбу, это хороший знак и залог счастья для молодых. Если сегодня помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая болезни, то она обязательно поможет. Если сегодня нет дождя, это к неурожаю в следующем году. Если сегодня погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, то припасы никто не тронет. Кто на Казанскую замуж выходит, счастливая будет. Выбирай корову по рогам, а девку по родителям. Сейчас зима. Зима, холодное время года и на прилавках появляются вот такие плоды. Они уже начинают появляться примерно в ноябре, в декабре. Что же это такое? Называется она хурма. Давайте познакомимся с целебными свойствами этого удивительного плода. Итак, что такое хурма? Хурма – это название листопадного дерева, достигающего 15 метров высоты. Относительно она к семейству ибеновых, в мире насчитывается свыше 2000 разновидностей хурмы. Но в России встречается только одна – хурма обыкновенная или кавказская. Плоды у хурмы, смотрите какие, мясистая, крупная ягода до 12 сантиметров в диаметре, желтого, оранжевого или ярко-красного цвета. Она очень вкусна и полезна, но тогда, когда она только полностью созрела. Кстати, латинское название у хурмы – диоспурус. Оно переводится как «пища богов» или «божественный огонь». И по форме она напоминает как раз вот такой огонь и по цвету. Есть у хурмы, конечно, и другие названия – китайский, персик или сердечное яблоко. И все это не зря, как мы узнаем в дальнейшем. В России выделяют два сорта хурмы – «обычная» и «королек». Оба они сладкие, когда полностью созрели. Недозрелая хурма обычно имеет сильный вяжущий привкус. По этой причине ее не едят. И только после полного созревания, когда ее мякоть приобретает такой желеобразную консистенцию, она становится приятного сладкого вкуса. Кстати, мы сейчас можем разрезать и показать это. И смотрите, когда она полностью созрела, мякоть ее такая желеобразна становится. Видите, желтого цвета, такое тверденькое желе. Вот. Это говорит о том, что она полностью созрела и становится сладкого вкуса. Сорт хурмы под названием «королек» он не вяжет. Он всегда сладкий и нежный, даже если немножко не дозрел. Помните, что зрелая хурма должна быть мягкой, гладкой, блестящей, тонкой, полупрозрачной кожицы. И, конечно же, иметь сладкий вкус. Важно правильно выбрать спелую хурму. Для того, чтобы выбрать спелую хурму, обратите внимание на насыщенный и яркий цвет. Он должен быть почти темно-красного цвета. Ну, как раз вот у нас и выходит, что это темно-красного цвета. Поверхность должна быть гладкая и блестящая, без пятен и дефектов. Видите, вот эти вот дефекты. Это уже говорит о том, что вроде бы она и зрелая, но не то. Такую хурму лучше не покупать. Сухие листья и плодоножка должны быть темного цвета. Вот как раз вот эти сухие листья. Слышите, они высохли. И темного цвета как раз. Помните, чем мягче боковая часть, тем спелее и вкуснее хурма. Вот эта вот часть должна быть не твердой, а мягенькой. Когда она мягкая, сейчас мы посмотрим, какая у нас самая мягкая хурма. Кстати, вот эта хурма как раз самая и мягенькая. Вот она как раз и поспела. О, как раз мягкая такая. Продавливается, видите? Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!